Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий свет проникнет в вашу жизнь, в ваши обстоятельства. Знаете, ночью невозможно ездить с выключенными фарами. Должен быть, иногда даже ближнего света не хватает, когда настолько темно, что надо включать яркий свет. И мы понимаем, что если фары не работают, ехать нельзя. Знаете, Бог есть свет, Он указывает нам путь, Он указывает, куда нам ехать, направление. И знаете, прежде чем я буду проповедовать, у меня такое слово ко всем нам, ко всем телезрителям. Друзья, идите к Богу, не ждите каких-то проблем в своей жизни. Не ждите, когда что-то плохое придет, потому что человек так устроен, как тревога, так до Бога. Как что-то случается плохое, он сразу бежит к Богу в молитве, у него все дела куда-то сразу же делись, вся суета пропала, он сразу же бежит в церковь. Знаете, а когда все нормально, все хорошо в жизни более-менее, и так и Бог не очень сильно нужен. Ну, как бы все нормально, проблемы решены. Поэтому давайте не будем искать Бога из-за проблем. Кто-то думает, что невозможно гореть для Бога, не будучи гонимым. Я вам скажу, возможно. Если мы будем просить жажду у Бога огня, то мы не сможем жить без Него. Так же, как мы не можем жить без воздуха, мы не можем жить без воды, так же мы не сможем жить без Бога. Так, друзья, идите к Богу, идите в церковь, там в городах, где вы находитесь, идите в церковь. Вы скажете, о, церковь несовершенная, о, там люди несовершенные, там люди такие странные. Но вам нужны люди, вам нужно общение, вам нужны братья и сестры. Знаете, однажды я слышал такое, что у меня сестра, она проповедовала одной женщине, говорила об Иисусе. И та ей сказала, я верующая, я верю, я верю в Бога. А она сказала, что если ты веришь, то покажи мне твоих братьев и сестер. Вы знаете, верой в Бога без братьев и сестер не бывает. Вот так вот, знаете, нам в придачу еще даются братья и сестры, кроме Бога. Вы поверьте, если вы верите в Бога, и у вас нет братьев и сестер, скажем, людей тоже верующих в того же Бога, которые окружают вас, то это большой вопрос, насколько вы верующие. Потому что сам Иисус сказал, возлюби Господа Бога своего всем сердцем и ближнего твоего. Поэтому легко Бога любить, он же без ошибок, он же совершенный, он такой добрый. А вот любить ближнего, который ты не знаешь, любит тебя, не любит, выгоден он тебе, не выгоден, это уже вопрос. Поэтому приходите в церковь, идите в церковь. Если вы видите, что церковь может быть слабая, или церковь не такая сильная, нет силы Святого Духа, то вы ее туда принесите. Вы не говорите, не будьте тем человеком, который тоже берет к валду и ломает эту стену. А, церковь и так треснута, дай-ка я еще тоже тресну ее к валдой. И что-нибудь плохое начинаешь говорить о церковь. О, такой пастор вообще, вообще просто его надо сменить. Берешь и ломаешь ее. Нет, скажешь, постойте, постойте, можно я постараюсь что-то здесь изменить? От меня так много не зависит, но я свое присутствие принесу. Я буду говорить хорошее, позитивно. Я помогу, как смогу в церкви. Я буду молиться, чтобы церковь Бог посетил. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Ищите прежде всего». Мы, люди, с вами вот с утра встаем и сразу что-то ищем. Мы же понимаем, что мы ищем, да, там, туалет там мы ищем, там, ванную комнату ищем, потом бутерброды ищем. Находим, что ничего нету, раздраженные. Мы много ищем, и это нормально, это естественно. Но, знаете, Слово Божье всегда на стороне человека. Когда Слово Божье обращается в нашу жизнь, то за этим следует благословение, благополучие, устройство. То есть, все самое лучшее. Представьте, что Слово Божье, вот раньше Слово Божье, Ветхий Завет, он был настроен так. Ты согрешил, ты грешник, принеси жертву. Там, ты грешник. И все люди такие были под давлением греха. Послушайте, пришел Иисус и забрал этот грех. Он забрал этот грех. Да, мы сделали грех, но он его забрал. У нас его нету. Хоть мы его и сделали, но у нас его нету. Иисус отобрал этот штраф. Он сказал, где штраф? Представьте, вот так человек, да, вот ты выходишь из церкви, и у тебя на машине лежит штраф на стекле. Ты выходишь, и у тебя 60 евро. Ты так, 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 вообще, такая досада. Послушайте, я знаю, о чем я говорю. Очень хорошо. И вот просто представьте, к тебе приходит человек, такой, слушай, дай посмотреть штраф. Ты такой, даешь ему, он такой, раз, берет его. А ты смотришь, он не возвращает тебе штраф твой. Ты говоришь, слушай, верни штраф, мне оплачивать надо. А не надо, не заботься, все нормально уже. Все решено, он берет и оплачивает твои долги, твои штрафы. Ой, сколько у нас штрафов в жизни было. Мы сплошные штрафники. И слава Богу за Иисуса Христа, чтобы Божий план был совершенный, чтобы Иисус пришел на эту землю, пострадал за наши грехи и воскрес. Не просто пострадал за наши грехи и умер, а воскреснуть, оправдывать, кто нас будет. Нас еще оправдывать надо, сказать перед судьей, стоять и говорить, отец, я оправдываю, смотри, моя кровь омыла их, и они без греха. И отец говорит, достаточно, я доволен, я доволен тобой, сын. Ты сделал лучшую работу. И когда Слово Божие обращается в нашу жизнь, оно несет благо, то есть добро. Давайте мы прочитаем Матфея 6 главу, 33 стих. Если вы в следующий раз увидите цифры 6.33 на номере машины, или у вас на часах, там, будет у вас 6.33, всегда помните вот это местописание, которое побуждает нас что-то делать. Ведь мы читаем Слово Божие не для того, чтобы прочитать и стать умными. Мы читаем Слово Божие, чтобы прочитать и узнать секреты для успешной жизни и действовать. Матфея 6.33 я буду читать в современном переводе. Вы читайте, как вы читаете, в Синодальном там или где. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Мы чуть-чуть позже будем разбирать, что это все. Знаете, многие люди где-то выхватили такие крылатые выражения. Знаете, что питаться Духом Святым, да? Сам себе не поможешь, никто тебе не поможешь. Под лежачий камень вода не течет. Послушайте, не всегда верно то, что вы слышите. Верно и истинно только то, что записано в Слове Божьем. Когда говорит Иисус, и это нужно понять, что это не просто написал один из учеников Иисуса, это не просто написал кто-то важный, это сам Иисус, обращается в реальном времени. Не в прошедшем, в реальном времени. Смотрите, как здесь сказано. Прежде всего, ищите на данный момент, я вам скажу, что там говорить про утро. Даже на собрании можно Бога не искать. Можно думать, так, куда я пойду после собрания, так, мне надо это, мне надо постирать, там, надо еще что-то уроки сделать, там, приготовиться на завтра, так, мне надо еще заехать, там, что-то, там, по скидкам что-то купить. Послушайте, когда Иисус говорит, то это важно слышать, так как в этом заложен успех для тебя. Просто представь, Он тебе говорит, я послал тебе сюрприз, тебе его нужно открыть, но сюрприз спрятан. Вот там-то, там-то и там-то. И знаете, дети любят в такие игры играть, когда прячутся сюрпризы в помещении, и они должны отыскивать. Вы бы видели, как они ищут, с какими они глазами ищут. Они бегают, они не ходят, они бегом бегут. У них карта есть нарисованная, детская карта. И они ищут, где сокрыты эти сладкие сокровища. И они находят их, потому что там подсказки есть. Господь не говорит никогда что-то абстрактное. Он не говорит искать нам то, что невозможно найти. Знаете, что Господь спрятался так, что фактически вот простому человеку найти его невозможно. Вот просто если так человек думает, сейчас пойду и найду Бога. Ну давай, садись в ракету, лети, куда ты прилетишь, куда твоя ракета долетит. То есть это смешно, куда твоя ракета долетит. И даже сегодня люди там уже куда-то собрались и на Марс, и на Луну летали, там говорят. Все равно это маленькие расстояния, это все равно, что ты прошел сантиметр. Представьте, если Бог живет, допустим, образно говоря, триллион километров отсюда, или скажем, триллион триллионов километров отсюда, и ты всего лишь делал сантиметр. Как ты его можешь найти? Ты его никак не найдешь. Но Иисус пришел и дает нам подсказки, как нам искать Бога, которого просто невозможно найти. Иисус, Он нам дает секреты, как все-таки можно найти Его. Когда говорит Иисус, то это важно слышать и делать, так как Он всегда за нас. Помни, что Иисус всегда за тебя. И помни другое, дьявол всегда против тебя. Иисус, Он всегда за нас и знает, что для нас лучше. Он заботится о нас. Его повеления. Не советы, а повеления для нас во благо. То есть только Он знает лучший и счастливый вариант жизни для нас. Мы все с вами хотим лучшую жизнь на земле. Но кто скажет, что Он хочет, например, себе плохую жизнь, беды, ты бы мечтал там заболеть чем-нибудь там. Ты бы мечтал, чтобы ты обанкротился. Никто вообще, это страшно. То есть человек такой думает, в жизни не хотелось бы ничем заболеть таким вообще смертным. Такой, знаете, неизлечимый болезнь. Вообще такой думаешь, о Боже, сохрани меня от всяких там болезней. О Боже, увеличь мою зарплату. Никто не говорит, не молится, уменьши мою зарплату. Все говорят, увеличь мою зарплату, Господь. Я хочу хорошо жить. Так вот, Господь, помните, всегда на вашей стороне. И Он не заботится только о теле. Он заботится о нашем духе, о нашей душе и о нашем теле. Вспомните, когда Иисуса слушали толпы народа в пустыне, Он, обращаясь к ученикам, говорит, жалко мне их. Жалко, потому что им нечего есть. Он их учил духовно. Они были благословлены душевно, но физически они были истощены. Им нечего было есть. И вы знаете, что? Слово Божие показывает нам в сторону Бога, что Он не закрывает глаза на наши физические нужды. И Он ученикам говорит, давайте накормим. А людей там было пять тысяч человек. И, как говорится, раньше не считая женщин и детей. Их не считали. Считали мужчин. Так вот, мы знаем, что женщин всегда больше. Мужчины там, большинство, может, на работах были. И то, я не представляю, где Иисус набрал пять тысяч мужчин. Вот. Но настолько слова касались людей, что они шли. И Он обращается к ученикам и говорит, вы дайте им есть. А они говорят, а у нас нету. И тут мальчик рядом. И мальчику сказали, дай посмотреть свой пакетик. Раз. На него. Забрали обед, который мама ему собрала. Ну, представьте, обед мальчика. Вот мы можем представить, например, обед мужчины, да, и обед мальчика. У мальчика, ну, они много не едят. Разные, конечно, есть мальчики. Вот. Но все равно, там было два хлебушка, две тоненьких, может, лепешки, и сколько там, две рыбки, и пять лепешечек хлебов, да. И вот когда ученики смотрели, Иисус говорит, принесите мне это. Вы просто представьте, у мальчика забирают его обед, его перекус, приносят к Иисусу. Мальчик, потому что сам отдал, добровольно. Он хотел увидеть чудо. И вы знаете, что Иисус, он благословил эту пищу и сказал, несите раздавать людям. А я вам скажу, что Петр, он не отламывал по крошечке. Мы так думаем. Если две рыбки, ну, две рыбки маленьких, да, и пять хлебушков, то надо по таким маленьким-маленьким кусочкам отламывать, чтобы всем хватило. Нет. Там раздавали хлебы. Раздавали, раздавали, раздавали. И, короче, написано, что ели все, все ели, никто не отказывался, все были голодные. Насытились все. Представьте, есть так, что насытится. А они три дня не ели. Три дня слушали. И еще осталось, осталось еды. Иисус сказал, соберите ее. Мы видим заботу Бога о людях. И они настолько радостны были, что они и Слово Божье слушали, и духовно кушали, и физически покушали. Что они захотели, чтобы Он стал их царем, но физическим. Они не хотели слушать Его Слово. Они хотели, чтобы Он только физические нужды восполнял. Но Господь всегда говорит так, физическое – это на третьем месте, а на первом месте – духовное. Когда в нашей жизни Бог будет на первом месте, тогда все остальное будет на своем. И работа, и домашние дела, и дети, и друзья, и все остальное, хобби, все будет на своем месте. Но послушайте, мы не можем брать свою жизнь, превращать, знаете, в путаницу. Мы не можем ставить прилагательное вместо существительного. Это прилагается, все остальное прилагается, но, во-первых, был Бог. И вы знаете, что когда Бог создал человека, Он создал мужчину. Мужчина был счастлив с Богом, но Бог сам увидел, что в нем есть печаль, у него есть нужда. И Он говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И сотворил ему женщину. И Адам, когда увидел ее, он воскликнул. Он сказал, это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться мне женою. Понимаете, что Бог восполнил его нужду. Но, во-первых, Адам восполнял свою нужду, видя Бога, общаясь с Ним, встречаясь с Ним. И Господь также показал мне, что когда Бог творил Еву, это было отдельно от Адама. Адам находился в глубоком сне, под наркозом. Потому что написано, что он уснул. Бог усыпил его. И сделал операцию, вытащил ребро и сотворил Еву. И когда у Евы открылись глаза, заработали все органы, с первым, с кем она заговорила, это был Бог. И это прообраз для нас. Вот как мы должны жить в жизни нашей. И тогда Бог в нашу жизнь будет приводить правильных людей. Кстати, это для тех, кто не женат и кто еще не замужем. Бог хочет вас благословить хорошей половиной. Бог хочет хорошим человеком благословить. Но вы можете сказать, Бог, Бог, Бог не приведет непонятно кого. Я сам пойду выберу сейчас. И потом будешь страдать. Чтобы Бог знает твой характер. Он умеет подбирать. Знаете, как мы. Мы умеем, знаете, дома, например, подбирать гармонию, чтобы соответствовало, одеваться там, чтобы какая-то соответствия была, не светофором ходить. Еремия 29.11 Старый Завет. Мне ведь известны мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Сам Бог говорит о себе. Мне известны мои намерения о вас. Ничего плохого мы здесь не прочитали. Господь не говорит. У меня есть намерение сделать тебе добро, а потом дать тебе по башке. Послушайте, так не написано. Там написано, что Господь хочет принести вам благополучие, а не беду. Если в нашей жизни беда, давайте тогда разбираться. Послушайте, если сломалась машина, мы везем ее в мастерскую, проводят ей диагностику делаю. Подключают ищут ошибку. Послушай, в нашей жизни можно найти ошибку нашим неудачам. Возможно, мы забыли про Бога и сами стали жить. Сами стали господа своим жизням. Но у нас есть Господь уже. Нам другой Господь не нужен. Даже если нам кажется, что мы лучше знаем Господа, как нам жить, то послушайте, мы не знаем. мы живем первый раз на земле, а Господу, ему даже не сказать, что ему миллиарды лет, он вечный, он лучше нас знает, что нам нужно в жизни. Поэтому он создал порядок, что во-первых, духовное, а потом уже все остальное. Во-первых, ты ищешь с ним общение, ты молишься, ты встаешь с утра, ты просто можешь обращаться к Богу, ты можешь просто благодарить Его, ты можешь просить, чтобы Он давал тебе мудрости, ты можешь провести с Ним время, включить прославление и прославить Его. Поэтому мы на собрань начинаем с прославления. Мы не начинаем с нужд, мы не начинаем со слова, мы начинаем с прославления. Почему? В этом есть тоже свой секрет, потому что прежде чем тебе получить, тебе нужно что-то отдать. Даже два человека, послушайте, когда они встречаются, два друга, один говорит, другой молчит. Долго он молчать не собирается, он сразу же что-то вставляет и тоже говорит. И знаете, так даже психологи говорят, что человеку невозможно что-то сказать, если ты не послушаешь его. Тебе нужно послушать человека, чтобы он опустошился, и тогда что-то сказать ему. Иисус является лучшим психологом, потому что когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, это страшно было, страшно, такая вообще-то ситуация. Ее схватили, привели к Иисусу и сказали, закон Моисея говорит, что ее надо побить камнями. Знаете, что Иисус ничего не стал говорить? А я, а я, а я, а я, а я умнее вас. Он молчал, потому что Иисус самый лучший психолог. Он молчал. Представьте, ему говорят, пена у рта. Эта женщина никому была не нужна. Нужно было подловить Иисуса. И женщина это была хорошая причина. Чтобы подловить Иисуса, сделать его неправым, обвинить его и направить весь народ против него. Но послушайте, Иисус ничего не говорил. Он стоял и молчал. Написано, что он так сел, знаете, и пальцем, ну и что-то рисовал на песке. Может, он писал что-то. Вот. И когда они говорили, знаете, с пеной у рта, говорили, справедливость, справедливость, возмездие за грех смерть. Он просто встал такой и говорит. А, возмездие за грех смерть? Давайте поговорим. Давайте. Кто из вас с этой женщиной не был? И все покраснели, побелели. Давайте, берите первые камни. Вот тот. Ты, фарисей, не был с ней. Бери камень. И они все в шоке. Да. Оказывается, не только женщина виновата. Оказывается, все моментально побелели, покраснели, почувствовали себя грешниками. Потому что они хорошо знали и хорошо маскировали свои грехи. Написано, от великих, от старших до младших. Все камни покидали вниз, не в женщину, ни одного камня не полетело, ни одного святого не нашлось там. Все камни вывалились, и все так потихонечку, потихонечку и ушли из кадра. Чтобы ненароком не нарваться на Иисуса. Потому что Иисус – это рентген. Если ты такой думал, сейчас я приду, Иисуса поставлю в тупик, сейчас я его быстро прижму, сейчас я его при всем народе, знай, ты обломаешься. И обломались все. И написано, все ушли. Послушайте, абсолютно все ушли. Только что ее за волосы держали вот так вот. И говорили, эту женщину надо побить камнями, она грешница. И тут никого нету, никого. И остался один Иисус, и это женщина. Иисус говорит женщине, задавайте вопрос. Он не ругает ее. Она и так знает, что она грешница. Он ей говорит, женщина, где твои обвинители? Где? Вот только что такой шум был. Где твои обвинители? Она говорит, нету. Никого нету. Никого нету. Послушай, проблемы захотят тебя задушить иногда в жизни. Бесы захотят тебя задушить. Но тебе нужно иметь мудрость, оказаться рядом с Иисусом. Вот почему тебе нужно искать прежде всего Царство Божьего. Чтобы Иисус был с тобой рядом. И ты увидишь чудо в своей жизни. Ни одного беса, ни одной проблемы не будет рядом. Иисус задает этой женщине вопрос. Женщина, где твои обвинители? Она говорит, нету. Иисус ей говорит, иди. И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. Я не обвиняю тебя. Послушайте. Даже если человек сделал осознанный грех, Бог все равно не обвиняет его. Потому что он дает милость человеку. Он дает прощение. Он дает шанс человеку. Вот почему нам прежде всего надо искать Бога. Здесь написано. Прежде всего ищите Царство Божьего. Ты начнешь искать Бога, Царство. И начнешься на самого Бога. Потому что Царство принадлежит кому? Богу. Смотрите, здесь не написано. Прежде всего ищите Бога. А потом ищите всякие магазины там. Продуктовые, одежные там. Потом выбираете лимонады себе. Что есть, что пить. Нет. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божьем. Слово Божье говорит. Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это то, что ты никогда не найдешь в мире. Потому что мир греховен. Там никогда нету мира. Там стресс и страх. И там нету радости. Там нету радости. Потому что Бог – создатель радости. Поэтому пусть тебя Бог благословит. Если ты выберешь духовное, ты никогда не пожалеешь. Никогда не пожалеешь. Бог тебя позаботится и о твоем материальном. Послушайте, я уже говорил. Бог тоже за материальное. Но когда мы ставим на первое место, это превращается в выдало. Это превращается в нарушение. В хаос. Никакой гармонии нету. Никакой. И Бог тебе говорит. Слушай, я хочу тебе помочь. И ты мне сам мешаешь помочь тебе благословить твою жизнь. Наладить твою жизнь. Чтобы твоя жизнь была самая счастливая. Самая прекрасная. Из всех вариантов. Чтобы был лучший вариант в твоей жизни. Вот как он заботится. Поэтому, говорит, ищи меня. Я никогда не буду легко тебе доставаться, Господь говорит. А я вам скажу. Кто добивался своих невест, жен. Тоже было препятствия какие-то. Тоже надо было сделать, завоевывать, подходить, говорить. Вы же тоже перебарывали. Потом искали встречи. Все хорошее. Его надо зарабатывать, как бы достигать, трудиться. Тем более Бог. Но если он увидит, что вы обращены в его сторону и сделаете один сантиметр, один шаг, он сделает намного больше шагов. Он побежит, как сын шел издалее. Написано, а отец побежал к нему навстречу. Послушайте, есть разница, как мы идем к Богу и как он идет навстречу к нам. Он к нам бежит. Это мы можем в своем уме решить. Так, надо к Богу помолиться. Надо встретиться с ним сегодня. А он к тебе уже летит на всех порах. Бог в себя влюблен. Не лишай его любви. Не лишай его отцовской заботы. Он хочет проявиться, как отец в твоей жизни. Не говори ему, я сам отец. Что ты за отец такой? Я сам отец. Не говори так Богу. Он обо тебе обязательно позаботится. Но прежде он хочет увидеть порядок в твоей жизни. Что ты, во-первых, его ищешь. Ты его любишь. Ты в нем нуждаешься. Ты можешь многого не знать. Но он хочет увидеть твое сердце. Он к тебе приходит. Ты к нему приходишь. Просто потому, что он твой Бог. Он тебе помог. Он тебя родил. Ты ему говоришь, Бог. Я просто без тебя не могу. Ты меня создал. Ты меня родил. Мне с тобой хорошо. Я не хочу без тебя. Будет у меня все хорошо в жизни. Не будет. Конечно, будет все хорошо. Я все равно с тобой. Я все равно с тобой. Я буду искать тебя.